Девушки отдыхают В 11 городах страны измерят уровень загрязнения воздуха в период самоизоляции. Это поручение вице-премьера России Виктории Абрамченко. Считается, что замеры во время ограниченного режима передвижения будут более беспристрастными, исключат выхлопы транспорта, а значит укажут на другие причины загрязнений. Теоретически сейчас машин на дорогах города должно быть меньше. В Емельяновском районе на горе Еловая нетрезвые мужчины устроили лесной пожар. Один из них подносил зажигалку к траве, чтобы, по его словам, лес быстрее озеленился. От сильного ветра огонь разошелся в разные стороны. Сумма ущерба составила 460 тысяч рублей. По статье «Уничтожение лесных насаждений» поджигателю грозит до 10 лет тюрьмы. В Советском районе на доме ветерана прямо под табличкой о его заслугах появилась гигантская георгиевская лента. Праздничное оформление предложила сделать соседка ветерана. Местная администрация поддержала идею. Эскизом занимались специалисты по опеке и архитектор района. Символ праздника появился на стене в честь Григория Тимофеевича Ждакаева, полного кавалера Ордена Славы. У работников скорой помощи появится официальный профессиональный праздник – 28 апреля. Президент Владимир Путин поручил учредить дату. Президент отметил, что этот день и ранее был негласным праздником медиков, работающих на скорой, и поблагодарил врачей, фельдшеров и водителей за труд. Продолжение следует...